Здравствуйте, это программа Сноска, меня зовут Ирина Корчагина. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Во всех странах и регионах люди объединяются, чтобы продемонстрировать поддержку ВИЧ-инфицированным. Не остается в стороне и Алтай. По традиции в нашем крае пройдут различные профилактические мероприятия. О них, а также о накопленном опыте противодействия опасной инфекции и последних новациях в ее лечении поговорим с врачом-эпидемиологом, заведующим отделом профилактики Алтайского краевого центра СПИД Виталием Эйхманом. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году слоган Всемирного дня борьбы со СПИДом звучит как «Лидерство сообществом». Поясните значение этого слогана в плане профилактики ВИЧ-инфекции в Алтайском крае. На самом деле этот слоган выбран неспроста. Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация ЮНЕЙДС, которая занимается профилактикой и борьбой с ВИЧ-инфекцией, распространением ВИЧ-инфекции в мире. Они выбрали этот слоган, потому что роль некоммерческих организаций, роль сообществ, роль комьюнити в борьбе с ВИЧ-инфекцией также имеют важную роль, также имеют большое значение и вносят неоспоримый вклад. И если мы говорим на примере Алтайского края, нашего родного региона, то в Алтайском крае уже не первый год реализуются программы межведомственной комиссии по борьбе с ВИЧ-инфекцией, в которую входят некоммерческие организации. К сожалению, их количество можно посчитать по пальцам одной руки, их всего у нас три в регионе, но они вносят настолько огромный вклад, что регион все-таки их отмечает и дает им задачу, которая носит, наверное, неоспоримую роль именно в борьбу с ВИЧ-инфекцией. Вообще нужно говорить о том, что борьба с ВИЧ-инфекцией – это не только проблема системы здравоохранения, это глобальная борьба, это вклад всех систем, всех отраслей. И поэтому некоммерческие организации должны иметь тоже вес, должны иметь свой статус в этой борьбе с ВИЧ-инфекцией, с распространением ВИЧ-инфекцией. Поэтому выбран такой слоган, выбран этот девиз сегодняшнего дня, 1 декабря. Поэтому мы отдаем, наверное, дань уважения тем сообществам, которые вносят неоспоримый вклад в развитие профилактических мероприятий. А какие вообще профилактические мероприятия у нас проводятся в Алтайском крае и насколько они эффективны? Ведь вы же их проводите не только в неделю борьбы со СПИДом, но и каждый год? Конечно. Ну, на самом деле нужно сначала обговорить, что профилактические мероприятия делятся по группам. У нас есть первичная профилактика, вторичная и третичная профилактика. Если мы говорим о первичной профилактике, то эта профилактика направлена на общую популяцию, на население в целом. Это повышение уровня информированности, повышение уровня социальной грамотности в отношении профилактики социально значимых заболеваний. Если мы говорим о вторичной профилактике, то здесь уже, конечно, Есть свои нюансы. Это углубленная профилактика. Это профилактика, направленная на работу с уязвимыми группами населения в отношении ВИЧ-инфекции. Это такими, как секс-работники, это потребители психоактивных веществ, это мужчины, практикующие гомосексуальные и половые отношения. И есть третичная профилактика. Мы ее называем лечение как профилактика. Это уже работа непосредственно с людьми, живущими с ВИЧ. Здесь у нас различные школы пациентов, группы взаимопомощи, тренинги. То есть здесь уже работа идет направленная на формирование приверженности к лечению, на формирование правильного отношения к себе и борьбе со самой стигмой. Если мы говорим вообще о мероприятиях, то Центр СПИД совместно с системой здравоохранения, совместно с правительством Алтайского края реализует настолько обширный комплекс этих мероприятий. Это инновационные формы работы со школьниками, со студентами, с учащимися вузов, СУЗов и так далее. Это различные квизы, викторины, онлайн игры. Если мы говорим о наших, так скажем, целевых группах взаимодействия, то это, конечно, у нас здесь больше идет тестирование на ВИЧ-инфекцию. Это работа мобильных бригад, работа мобильного комплекса, которые у нас ополкали, наверное, весь уже Алтайский край. В этом году мы достигли показателя 80% территорий охвачена работой мобильных бригад. То есть эта работа у нас, она, наверное, самая важная, самая правильная, потому что сформировать доступность населения к услугам по профилактике ВИЧ-инфекции, по профилактике социально значимых заболеваний, это значит сформировать культуру здорового образа жизни. А вот эти мобильные бригады, это и есть вот этот проект экспресс-тестирования? Да. Это проект, который у нас начал реализацию в 2022 году, в начале 2022 года. Губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края, во главе с Дмитрием Владимировичем Поповым, они выделили средства на приобретение мобильного комплекса по экспресс-тестированию на ВИЧ, и сейчас этот мобильный комплекс, в принципе, работает, наверное, на процентов на 100, отрабатывает свое значение. Мы уже, как сказали, охватили 80% территории региона, где доступность к тестированию на ВИЧ, в принципе, была нулевой. Да, можно говорить о том, что вроде бы не хватает, вроде бы недостаточно эта работа, но, тем не менее, мы формируем правильное отношение к ВИЧ-инфекции, формируем информированность населения, формируем грамотность населения в отношении передачи и профилактики ВИЧ-инфекции. И сейчас мы можем с гордостью говорить, что показатель по информированности населения в отношении ВИЧ-инфекции достигает 94% у нас в регионе. Население знает, что такое ВИЧ-инфекция, население знает, как бороться с ВИЧ-инфекцией, население знает, как спрофилактировать это заболевание. А с помощью экспресс-тестирования жители Алтайского края часто узнают о своем диагнозе? То есть вот эти вот ваши мобильные бригады, которые в разные уголки региона приезжают, насколько часто все-таки человек узнает о диагнозе таким способом? Ну вот смотрите, есть две когорты большие, которые у нас посещают мобильный комплекс, посещают мобильную бригаду по экспресс-тестированию. Если мы работаем с общим населением, то здесь процент выявления не выше четырех. Если мы работаем точечно в уязвимых группах, то есть это потребители психоактивных веществ, да, это ночные клубы, это притоны, сауны и так далее, то здесь уже процент может достигать 15. Цифры на самом деле среднестатистические по России. То есть нигде эти цифры не будут выше, да, с какая-то там выше 15, выше 20. Больше всего, конечно, у нас идет выявляемость конкретно уже в спеццентре. Люди при самообращении узнают свой диагноз. Ну и, конечно, есть люди, да, которые живут в районе, в отдаленной территории. И, соответственно, при помощи нашей мобильной бригады, при помощи нашего мобильного комплекса мы позволяем узнать свой ВИЧ-статус. Сейчас ВИЧ-инфекцией, к сожалению, чаще болеют социализированные слои, трудоспособный возраст. Работающий человек, да, и, соответственно, имеющий все блага социальные. Ну, к сожалению, вот такой недуг его настиг. Нельзя говорить о том, что, да, у нас в мобильную бригаду на тестирование стоят маргинальные слои общества. Нет. Чаще, конечно, у нас идет здоровое, да, социализированное население. Просто чтобы провериться. Конечно, свою роль сыграли, да, акции, да, интервью недавнего, да, блогера, которые все-таки вызвали резонанс и вызвали вот эту волну, наверное, такого, некого хайпа к ВИЧ-инфекции, к тестированию на ВИЧ-инфекцию. И она до сих пор еще держится, и люди идут, хотят узнать свой ВИЧ-статус. И мы пытаемся разъяснить, мы разъясняем, да, мы рассказываем, что нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией при маникюре, нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией, посещая стоматолога. Есть вот три пути, да, инфицирования ВИЧ-инфекцией. И если у вас в отношении этих трех путей инфицирования были рискованные поведения, то вам нужно сдать тест. Слушайте, ну стоматолог, это неужели прям такой вот миф, или это просто какой-то незначительный процент, что человеку не повезло? Ну, на самом деле, при посещении стоматолога вообще практически невозможно инфицироваться, потому что здесь все одноразовое. Нет уже, наверное, стоматологической клиники, в которой используют медицинский инструментарий по несколько раз, и после каждого пациента они пытаются его обработать. В любом случае, все службы, которые должны противостоять такому, они работают. Это и Роспотреб, это и Министерство здравоохранения. Так, чтобы стоматолог инфицировал ВИЧ-инфекцией, ну, это просто миф. Если мы представим такую ВИЧ-карту, да и даже не представим, мы посмотрим в интернете, да? Вот Алтайский край на этой карте, он, как он выделяется на фоне других регионов? Ну, при Ухаре уже Алтайский край является наиболее пораженным среди, там, Уральского, да, округа или Москвы. Регион Сибирского федерального округа вообще, он входит в десятку самых пораженных в отношении ВИЧ-инфекций. И это все объяснимо, потому что в 2000-е годы через Сибирский федеральный округ проходил самый крупный наркотрафик, который оставил след, который оставил этот отпечаток. И сейчас Алтайский край находится в десятке, да, высокопораженных, самую высокопораженную это у нас Кемеровская область считается. И поэтому спеццентр, да, совместно со всеми службами, и в том числе с некоммерческими организациями делают все, чтобы эпидемию ВИЧ-инфекции на территории региона остановить. А вообще сколько сегодня жителей Алтайского края имеют ВИЧ-статус? Около 18 тысяч человек сегодня состоит на диспансионном учете в спеццентре. Это на самом деле цифра достаточно большая. Это цифра, конечно, сейчас мы наблюдаем прирост небольшой к заболеваемости, но все-таки мы говорим о том, что эпидемия ВИЧ-инфекции в регионе стабилизирована. 18 тысяч человек, а мы можем предположить, сколько людей не знают о своем ВИЧ-статусе? На самом деле сложно спрогнозировать. Всемирная организация здравоохранения несколько лет назад разместила доклад, где есть такой показатель диапазона неопределяемости. Верить ему или нет, ну тут очень сложно, потому что это не доказано. Это учеными, да, научным сообществом неподтвержденный, так скажем, процент. И здесь можно только догадываться. Но вот Всемирная организация здравоохранения сказала, что это примерно 10% к уже имеющимся. Знаете, вот у нас даже коллега говорила о том, что вот если бы у меня был выбор, что выбрать, рак или ВИЧ, я бы выбрала ВИЧ. Потому что это не так страшно, как заболеть какой-то другой организацией. Знаете, вот по этому поводу я скажу. Сейчас ходит миф, наверное, ходят такие разговоры, что ВИЧ-инфекция – это не страшно. ВИЧ-инфекция – это страшно. ВИЧ-инфекция на всю жизнь. Но медицина сейчас сделала настолько большой прорыв, что ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание. Если вовремя начато лечение, человек живет такую же полноценную жизнь, как и здоровый человек без ВИЧ-инфекции. И может прожить достаточно долгую жизнь, если, как говорится, машина не соберет или какой-то другой несчастный случай. Но эти случаи никак не будут связаны с ВИЧ-инфекцией. Поэтому человек с ВИЧ-инфекцией, он, да, действительно, он живет такую же жизнь. Он, принимая терапию, имея неопределяемую вирусную нагрузку, сформированный приверженностью к лечению, он ничем не опасен для окружающих. Он также может иметь здоровых детей, он может создавать семью и не быть для них какой-то угрозой. Поэтому, да, это на самом деле так, и это нужно говорить об этом, что люди, живущие с ВИЧ, принимающие терапию на постоянной основе, без перебоев, со сформированной приверженностью, они такие же, как мы. Как думаете, вот все-таки научному сообществу и человечеству получится ли когда-то победить этот вирус? И если да, то в какой перспективе? Насколько она далекая? На самом деле очень интересный вопрос. Потому что любая инфекция, если вошла в наш мир, то она остается с нами навсегда. Здесь нужно говорить не о том, что победим далее и скореним ВИЧ-инфекцию. Здесь нужно говорить о том, чтобы остановить распространение. Это самое главное. Вот если нам удастся спрофилактировать настолько, что каждый человек на планете Земля будет знать, что ВИЧ-инфекция передается раз, два, три, и, соответственно, использовать все способы и методы профилактики распространения ВИЧ-инфекции, тогда мы сможем остановить распространение ВИЧ-инфекции. И мы можем сказать, что спеццентры регионов остановят свою работу только на лечении пациентов, у которых есть уже ВИЧ-статус, и им не нужно будет профилактировать. ВОЗ сказал, что к 2030 году мы должны хотя бы попытаться остановить распространение. Ну, так я думаю, что мы это и сделаем. Что ж, ну, закончим на такой позитивной ноте. Я напоминаю, что сегодня мы говорили с врачем-эпидемиологом, заведующим отделом профилактики Алтайского краевого центра СПИД Виталием Мэйхманом. Виталий, спасибо большое за эту интересную беседу. Спасибо.